Первая станция и первые ощущения от всего этого бреда, который придуман. Поезд только пересекает границу, становится на территории другой страны. Здесь маски не введены в обиход, в обязательное ношение, и люди на тебя смотрят как на идиота. А ты уже как бы за две недели привык, за неделю привык таскать эту маску, и в итоге думаешь, что это как бы они дебилы, потому что они нарушают правила. Коля уже в другой стране, давайте снимем эти маски и будем себя вести более естественно. Все, всем реведерщик, уйнафонс, до новых встреч. Так, на Виттердам выходим. Где Фейнер? А, уже рядом? Фейнер нет, вот по тенгу. А, ну нам туда не надо. Нет хуже. Футбола нету все равно, только в Беларуси играют, везде отменили. 30 апреля, уже полтора месяца карантин. Голландия, посмотрите сколько машин, машин просто неимоверно. Столько работы валом, ты на границе, блин, поехал бы по автобаму. Ты че? Да не, мне кажется. Да вообще там транзит-фуль прямо, и на объезд, и на выезд. А, нет. А, фуры-то из Голландии валят? И в Голландии тоже. И в Голландии тоже. В Голландии, ну в порт, наверное, да. Битком. Не, ну все, очень большой поток машин, трафик очень высокий. Я такого в Германии не видел. Нет, который час. Это сейчас, сейчас. Так и че? Все сидят по домам, все должны по домам сидеть. В Голландии так же все продолжается. Карантин, по идее, на 28 апреля должны были все отменить. Но ничего не отменили, продолжается все в северах. Вот смотрите, на платформах вообще никого нету. В Роттердам, центральный, пустые перроны. Люди только перебираются, там пару человек сидит и пахнет травкой. Вот так вот. Самые отчаянные голландцы вылезли на перроны, покурить травку.